Первые рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. Тогда они ещё не имели определённых тем и названий. Только 14 лет назад зародилась традиция проводить чтения на определённые темы. Так, в 2019 и 2020 году во всех регионах России, в том числе и Смоленской области, пройдут общеобразовательные чтения, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во-первых, это воспитание патриотизма, любви к родине, память, самое главное, чтобы потомки помнили и чтили этот светлый праздник, это самый главный праздник в нашей стране. «Великая победа наследия и наследники» – так звучит тема рождественских чтений, которые состоялись 13 ноября в детской музыкальной школе. Главной задачей такого мероприятия является просвещение детей и воспитание в них военно-патриотического характера. Педагогический коллектив детской музыкальной школы ежегодно проводит тематические концерты. Ученики с большим удовольствием принимают участие в такого рода мероприятиях, поют военные песни, рассказывают стихи, а также получают новые знания и исторические факты. «Показывает нам, как жили раньше, как раньше всё происходило во время войны. Это воспитывает в нас характер, даёт нам больше какой-то уверенности». Первый раз в общеобразовательных чтениях поучаствовали воспитанники хореографического отделения детской музыкальной школы. Теперь это, несомненно, войдёт в ежегодную традицию. «Мне очень понравился. Этот праздник рассказывает нам, как прошла эта война». Переносить из поколения в поколение духовное, культурное, нравственное и историческое богатство, учиться отдавать дань уважения, чтить предков и их традиции – это самые главные основы правильного духовно-нравственного и патриотического воспитания, которые закладываются и формируются у детей с раннего возраста. «Пусть небо будет голубым, пусть в небе не кубится дым, пусть пушки грозные молчат и пулемёты не строчат, чтоб жили люди, города, мир нужен на земле всегда». Ксения Вишкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.